Слово Под землей засиял небосвод голубой, а потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И ты! И твой ангел с тобой! Мышонки-музыканты Только он был потом. А сначала маленький полевой мышонок вылез из норки и огляделся. Был золотой осенний денек. Уже пожелтели листья березы, липы, но ветви ивы были еще зеленые. Ярко горели гроздья рябины, а земля вокруг была усыпана желтыми шуршащими листьями. Прощай, лето! Подумал мышонок. Вдруг он услышал чьи-то шаги и юркнул под кустик. По дорожке шагал знакомый мальчик с ранцем за плечами. Он каждое утро ходил по лугу в школу. Мальчик вынул из кармана расческу, причесал свои рыжие вихры и сунул расческу обратно. Но она скользнула мимо кармана и упала в ворох желтых листьев. Когда мальчик ушел, мышонок вылез из-под кустика, подошел к расческе и стал ее разглядывать. Расческа сверкала на солнце. Она была металлическая. У нее были длинные тонкие зубья. Мышонок осторожно думал сквозь зубья расчески и вдруг услышал мелодичные звуки, похожие на птичье пение. Мышонок и сам умел свистеть, но так красиво у него никогда не получалось. «Может, взять ее с собой?» – подумал он. «Буду зимой на ней свистеть». И утащил расческу в норку. Там у него было много припасов. Зернышки, семечки, ягоды рябины, бояршника, шиповника. Этого должно было хватить на долгую зиму. Через несколько дней над норкой подули холодные ветры. Знакомые птицы улетели далеко, на юг. Выпал снег, и пышные снежные сугробы покрыли весь луг. А мышонок сладко спал в норке, глубоко под землей, лишь иногда просыпаясь и грызя ягодки, зернышки или семечки. Но как-то он вспомнил о своей осенней находке. Вытащил расческу из вороха сухих листьев в углу и осторожно дунул сквозь тонкие длинные зубья. И что же? Опять послышались тихие мелодичные звуки, напоминающие о чем-то очень приятном. О лете, о ласковых солнечных лучах, о птицах, перелетающих с ветки на ветку, о пестрых бабочках, порхающих над травой. На эти звуки прибежал мышонок, сосед, и тоже захотел посвистеть на расческе. Теперь оба мышонка хорошо проводили зимние вечера. Наверху над пышными сугробами выли, свистели холодные ветры, что-то трещало, ломалось, скрипело. Может, стволы деревьев от стужи или лед на речке. А здесь, в норке, было тепло, тихо. И то один, то второй мышонок тихонько дули сквозь узкие зубья расчески, и слышалась музыка. На эти концерты стали приходить даже взрослые мышки с самых дальних концов луга. Все были очень довольны. Наконец зима кончилась. На лугу растаял снег, с юга прилетели знакомые птицы, земля прогрелась теплым весенним солнышком, и из нее показалась изумрудно-зеленая трава. Мышонок тоже вылез из норки и очень обрадовался, что наверху тепло, что все вокруг зеленеет и расцветает. На лугу щебетали птицы, распускались цветы мать и мачехи, желтели, сияли, как маленькие солнышки, одуванчики, а в кустах заливался соловей. Слыша эти неистовые соловьиные треви, мышонок вытащил из норки расческу и попробовал посвистеть на ней, сидя в зеленой траве. Но из-за звонкого, заливистого пения птиц, раздававшегося со всех сторон, свиста не было слышно. И мышонок оставил расческу в траве. На следующий день, греясь на солнышке, он услышал знакомые шаги. Это был мальчик, который возвращался из школы. «Ой, моя расческа!» Наклонившись, он поднял ее из травы, обтер рукавом и расчесал свои отросшие за зиму рыжие волосы. «Осенью потерялась, а весной нашлась!» Он, рассмеявшись, сунул расческу в карман и зашагал дальше. Проходя мимо березы, мальчик оторвал от ее ствола лоскуток коры, поднес к губам и вдруг засвистел. Звонко-звонко на весь луг. «Оказывается, и на березовой коре можно свистеть!» На обыкновенной расческе или даже на березовой коре. Вот такая музыкальная история, в которой все остались довольны. И мышонок-музыкант, и мыши, собирающиеся на его концерты, и мальчик, нашедший потерянную расческу. Одним словом, «Хорошо, когда всем вокруг хорошо!» Ангеловым хранителям. «Çо е darkest за меня!» «Хорошо, когда мы отвели к губам и вниманию твоего семья, у нас нет никакого количества. Продолжение следует...